О, ты из Франции? Ну, красиво и песня хорошая. А почему вы нас позорите? Нифига себе! Это круто. Я вот сейчас поаплодирую. Всем привет, меня зовут Николай Попов и я нахожусь в городе Новошахтинск, в котором я родился и прожил 16 лет. А это, кстати, музыкальная школа, где я учился. Этот выпуск будет очень своеобразным со специфическим юмором, но те, кто посещает все мои стримы, думаю, поймут и оценят. А те, кто ни разу не был на моем стриме, даже не знаю, как вы оцените это видео. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А это уже обычная школа номер 7, в которой я учился. Кстати, если не хотите пропускать мои стримы, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нем я всегда сообщаю, когда начинается новый стрим, на котором я снимаю как раз эти ролики. Также в телеграм-канале есть эксклюзивный контент и чат, в котором вы можете общаться между собой, в том числе и со мной. Ссылка будет в описании. А это, кстати, футбольное поле, вот такое, в котором я раньше играл в детстве. А это турнички, на которых я даже сейчас иногда качаюсь. Говорю, привет, Даша меня зовут, тебя как зовут? Нет, меня Новаш зовут. Красивое имя. Что тебе сыграть? Батарейку хочу. Батарейку. Какой ты умничка, очень красивый. Оу, еее, да. Очень круто, да. Ты откуда, из какого города? Что? Есть нутыки, а ты откуда? Я из Новошахтинска. Не знаю, такой город. Это б, я бы сказал, даже страна. Какая? Новошахтинска. Страна такая есть. Да. У нас свой язык. А где это вообще близко к России? Откуда вообще? Это ближе к Франции. Ну, вот где Калининград, он там, он Калининград, Франция. Имя твое необычное, вот поэтому как-то такое красивое. Да, ну у нас такое распространенное имя, кстати. Наверное, самое популярное. Которое вот у меня имя, оно из самых популярных. Это вот как в России там. Какие в России популярные имена, какие ты можешь назвать? Ваня, Петя. Прям популярные? Прям всех зовут на улице Петя, да? Кому не подойдешь? Петя, да? Все Пети, да? Так что? Вроде... Ну, у меня много петь. Много петь? Я, кстати, редко встречал. Петр первый там. А у нас в основном все Новош. А кратко как? Краткого нет. А если ласково, как Новошек? Ну, Новошахтинск, можно сказать. Новошек ласково же... Ну, это как в честь города, точнее, в честь страны и города. Мама, вот как она ласково тебя называет? Новошахтинск мой любимый, или как она там... Новош, да и все. Меня как бы ласково не называют. Ну, как-то у нас не принято сокращать. У нас как бы люди все серьезные. А? Ты вообще такой веселый парень, прям интересный. Так, надо лампу включить, чтобы веселее было. Вот видишь, я вот... Ты никогда не слышала про эту страну такую интересную? Вообще как там? А девуши как у вас называют? Рыс. Рыс? Да. Ну, это по нашему языку, да. А скажи что-нибудь по вашему языку, какое-нибудь предложение. Додар, рыс... Вот я тебя люблю. Я тебя люблю, мужчина. Как это так будет? Додар, фандыр. Додар, фандыр. Красиво очень. Мужчина это фандыр. У нас, кстати, фандыр это мужчина и выпивать, это одно и то же. Ну, в России, наверное, тоже, да, такие слова есть. Ну, типа, одно слово значит два значения. Имена у девушек распространенные какие? Сыр, там. Сыр? Да. Что, на русском, да, смешно звучит, ну, да. Харнормальные имена? Да ты очень веселый парень. Приятно было с тобой. Ну, кстати, да, я пошутил, да. Нет, я не... Меня зовут Нино ваш. Ты сейчас брала все в это время, да? И страны, да, такой не существует. Это я придумал. Ну, я живу, правда, в Новошахтинске. Есть такой город в России, называется Новошахтинск. А все остальное я придумал. А именно вот это вот... Ну, это я так сходу пытался придумать. Ну, ладно, давай. Тебе ж надо уходить. Да. Вообще, нет, как тебя зовут? Настоящий имя. Меня зовут Николай. Вот у меня на майке написано. Попов. Найду тебя в Ютубе, в смысле. Было приятно с тобой. Ждем тебя на стриме на Ютубе. Давай. Давай. Нет, ты похожа на стримершу, прям точный стример. О, ты из Франции? Да, я из Франции. Я чуть-чуть знаю французский. Я учу французский в университете. Ну, я французский не знаю. А, ну это грустно. Ну ладно, ничего страшного. Какой я преподаю язык? Я, я, я... Какой? Новошахтинский. Ладно, хорошо. А ты знаешь, что такое Новошахтинск? Нет, вообще. Ну вот, я преподаю вот этот язык. А скажи что-нибудь на нём. Фандыр. Фандыр у нас шесть значений аж имеет это слово. Ничего себе. Это напиваться, потом мужик, потом ножницы, расческа, член и облака. И оно всё в зависимости от того, какого предложения, да? Ну да, в зависимости от предложения, да, означает. И ты поёшь песенки. Да. Какие песенки ты поёшь? Грустная, весёлая, депрессивная, там, не знаю, суицидальная, какие-нибудь. Почему именно такие? Не знаю, какой-нибудь там элоскарий, камни вниз. Но баян не умею играть. Ну, баян это круто, на самом деле. Я недавно сожгла баян. Сожгла? Да. А зачем? Баяны, они же очень дорого стоят. Он лежал старый, никому не нужно, он же был порванный, и я решила его сжечь. Но новые баяны знаешь, сколько стоят? Они очень дорогие. Это да, это очень дорого. Они там по миллионам могут стоить. Я сама с музыкальным образованием. Ну, если профессионально учиться, да, все музыкальные инструменты стоят очень дорого. Ну, может, что-то там, не знаю. Споёшь? На баяне тебе могу сыграть. Яйца на берёзках. Яйца на берёзках? Да. Эх, какие куриные, перепелиные, гусиные, страусиные. Я больше не знаю. Вот он у меня, баян. Красивый, кстати. Яйца на берёзках. Это круто. Я вот сейчас поаплодирую. Реально. Это круто. Большое уважение. Будь реально таким людям, которые не показывают там непристойные вещи в чёт рулетки. Фандыр, хотел сказать. Фандыр. Да. Ну, по-моему, на шаг. Да. Не показывают фандыр. У меня вот люди тебя смотрят, ждут. Да, люди смотрят, ждут. Круто. Всем привет. Люди ждут, пишут, это топ. Пишут, что ты топ. Спасибо. Всё ясно. Стрим. Понятно. Стрим идёт на ютубе, да. Все хотят тебя видеть на стриме, чтобы ты что-то им сказала. Всем привет из Беларуси. Беларусь прекрасная страна. А как ты сожгла баян? Ну, взяла, сожгла. Ну, как вот? Взяла спички вот так вот под... Как вот это происходит? Бензином и зажигалку кинул, и всё. Ну, а зачем? Да чё он валяется на даче? Чё мне снизить? Ну, а зачем его зажигать? Я бы не сжигал. Ну, знал. Встретила бы я тебя раньше, я бы тебя отправил этот баян. У меня ещё есть авторская песня, Тухлые яйца называется. А чё с яйцами всё сразу? Ну, вообще... Тухлые яйца, да. Она только за донат играется, она не исполняется просто так. А можно ссылочку, там название, ну просто... Канал называется Николай Попов. Сейчас посмотрим. Заказываю Believer. А ты знаешь Believer? Который Imagine Dragons. Музыка. 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 Блин, это очень круто. Реально, вот спасибо большое, респект. Это реально на самом деле очень круто. Продолжай в том же духе, никогда не выгораю. Вот реально вот я тебе желаю этого. Спасибо. Потому что это очень круто. А что ты делаешь в чатру детки? Да, я просто по приколу зашла, потому что скучные очень дни, сессию сдала, и всё, и скучно. Сессию на какие оценки сдала? На хорошую. Я хорошистка, я хорошо сдала сессию, я довольна тем, как я сдала сессию, учитывая то, что она достаточно сложная была. А на кого ты учишься? На декларанта таможенную. Кого? Декларантом таможенной? Таможенный декларант. Это что это такое? Ну, если по-нормальному, специалист по таможенному оформлению. Человек, который занимается оформлением таможенных документов, чтобы груз перевозить из разных стран. Ну, из точки А в точку Б. И где ты будешь стоять? В Беларуси или где-то в другой стране? Да, я останусь в Беларуси, потому что никуда не хочу уезжать вообще. Это моя родина, я очень люблю эту страну, поэтому все приезжайте в Беларусь, здесь очень красиво, здесь очень вкусно, здесь очень хорошие люди, хороший климат и президент. А у вас уже президент уже очень давно, да? Да, он у нас единственный, он первый и единственный. Ладно, я побежала, короче, удачи тебе. Почему, почему, почему ты убегаешь? А, надо. В Франции? Ну, типа того. А сама откуда? В Молдавии. Очень хорошо. А если была бы украинкой? Ну, тоже нормально. Так, я из Новошахтинска, рядом с Францией живу. Хочешь побывать? Нет. Почему? Потому что мне и в Париже хорошо. А, ты в Париже живешь? Ну да. Ну, тут не так уж и далеко от Парижа. А зачем ты переехала в Париж? Чтобы жить. И где лучше, в Молдавии или в Париже? В Париже. Почему? У нас, видел, какая инфляция? Ну, в Париже тоже, как бы, дорого, но не так, как у нас. У нас, получается, 300 евро наши, типа, зарплаты молдавские. А тут, как бы, у начинающих, как на русском, 1500. Ну, у нас в Новошахтинске не рубли, у нас инсты. Я про евро. И в Молдавии не рубли, а аллеи. Аллеи? Да, поэтому сказала в евро. А может быть, тебе на гитаре сыграть или не надо? А ну-ка. А на какой тебе гитаре? На вот такое или такое сыграть? Это имеет значение? Давай, ладно, я буду играть какую-нибудь песню. Слушай. Слушай. Это была сейчас нирвана? В конце да. Я пипец ее обожаю. Я пипец ее обожаю. Я пипец ее обожаю. Субтитры сделал DimaTorzok Прикольно. А такой вопрос. Откуда знаешь так хорошо русский? А у нас это официальный язык. Один из официальных. У нас несколько языков официальных. У нас говорят по-новошахтински и по-русски. Кто-то знает ещё французский, кто-то английский ещё. Окей, поняла. Прикольно. Ладно, желаю всего доброго. Чао. Чао. Для. По нашему языку пока будет для. Для? Да, для. Для. Давай, для. Подождите. Вообще-то вы кто по национальности? Новошахтинец. А вы? Новошахтинец? То есть вы русский? Нет, я новошахтинец. А вы кто? А почему вы нас позорите? А почему вы нас позорите? Кого? Вы нас позорите. Зачем? Кого у вас? А вы откуда? Ростов-на-Дону. Ты русский же, нет? Да, я из русского Новошахтинца. Ну так говори по-русски, тогда че ты по-английски. Я из Беларуси. Окей, если вы можете говорить английский, то это для вас. Так... Окей, ты говоришь по-русски французский, нет? Нет, нет, я не понимаю французский. Я знаю. Я говорю very good по-русски. Я не понимаю, акцент то есть, то попадает. Я уже потерялась. А я говорю по-навошахтински. А, окей. По-андыр-дадар для школ. Боже, я не разумею твои речи. Я и плей гитар-мьюзик умею. Давай. Давай. Ну, красиво. И песня хорошая. Да, песня очень хорошая. Да. Да я не понимаю, боже, подожди, ты откуда еще раз? Новошахтинская республика. Это где? Это что вообще такое? Это рядом с Калининградом и Францией. А, это типа между. Боже, впервые слышу про такое. Преподаю новошахтинский язык. Понятно. Ты говоришь украинскую мову, да? Ну, по украинской мове говорят в Украине, а мы по белорусскому говорим. Они очень похожи. Да, они очень похожи, очень сильно похожи, да. А ты с акцентом разговариваешь, кстати. По-русски? Да, у тебя акцент большой такой. Невнятно. Невнятно говоришь. Это круто. Че тут сидишь? В этой рулетке. Учу русский язык. Серьезно, мне кажется, у тебя неплохо получается. Сколько тебе лет? 29. 29. Такой old man. Old man? Если понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, делиться этим видео с друзьями. Напишите также в комментариях, как вам понравилось то, что я вступление снимаю в этот раз в городе, а не на фоне белой стены, как обычно. Может быть, вы хотели вообще обзор города Новошахтинск или какого-нибудь другого города. Пишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!